МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже второй год на базе Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека идёт реализация научно-исследовательского проекта по разработке и внедрению методов ранней диагностики и профилактики деформации позвоночника и стоп у детей. Тема проекта, делятся медики, чрезвычайно актуальна. Во-первых, деформации позвоночника и стоп в числе самых распространённых ортопедических заболеваний. Во-вторых, средний школьный возраст, а именно такие ребята участвуют в исследовании, характеризуется увеличением школьной нагрузки, снижением физической активности и, как следствие, повышенным риском развития ортопедических заболеваний. В-третьих, вовремя невыявленные у детей деформации позвоночника и стоп в будущем могут приводить к серьёзным нарушениям различных систем организма. Инициаторы проекта, ведущие врачи РНПЦ в сотрудничестве с кафедрой травматологии и ортопедии Гомельского государственного медуниверситета, решили повлиять на ситуацию. В рамках проекта определили скрининговую группу, это гомельские школьники среднего возраста и основные методы исследования. Всем детям проводится скрининговый клинический осмотр врача-ортопеда-травматолога, при котором оцениваются его антропометрические характеристики, то есть рост, масса тела, длина конечностей, симметричность позвоночника, степень развития мышечного корсета, паравертебральных мышц. Кроме того, с целью использования инструментальных методов диагностики деформации позвоночника и стоп используются новые высокотехнологичные и современные методы диагностики этих нарушений. В нашем случае используется компьютерная оптическая топография позвоночника и плантография стоп. Нелучевой метод диагностики, то есть не без применения рентгеновского излучения, который производится посредством лазера. Сканируется позвоночник, мы получаем 4D изображение его, также мы получаем нагрузочную плантографию, то есть это метод, который показывает, есть ли у человека плоскостопие, есть ли деформации стоп какие-то, и как распределена нагрузка на стоп. Мы можем прицельно определиться с проблемой, на каком уровне проблема, можем посмотреть на срезе, то есть очень удобно для мануальной терапии, для проведения метода блокад вот для неврологов. В случае выявления патологии во время такой безопасной нелучевой диагностики, ребёнку с согласия родителей проводят уже прицельную рентгенографию, после чего он попадает на занятия в специальную группу. Такие дети направляются в кабинет физической реабилитации, где дипломированный специалист, это инструктор-методист проводит обучение, курсовое обучение детей элементам лечебной физкультуры, нервно-мышечной релаксации, аутотренинга, которая затем позволяет у детей формировать определенные навыки использования элементов лечебной физкультуры уже в домашних условиях под контролем родителей. И через три месяца проводится контрольный осмотр и обследование таких детей с целью определения дальнейшей динамики лечения ребёнка. Средний школьный возраст, говорят медики, хорош тем, что на данном этапе, приняв меры, можно остановить процесс развития патологии опорно-двигательной системы и предотвратить прогрессирование ранних нарушений. В ходе выполнения проекта ожидается повышение выявления деформаций позвоночника и стопу детей на 10-15%. К слову, реализация данного проекта стала возможной благодаря финансированию из инновационного фонда Гомельского облсполкома. Наша справка. Инновационный фонд. Это специальный бюджетный фонд, созданный для финансового обеспечения широкого спектра проектов по разработке и внедрению инновационных технологий и продуктов. Инновационные фонды существуют в двух формах – республиканские или отраслевые фонды и местные, распорядителями которых являются облсполкомы и Минский горосполком. Средства инновационного фонда выделяются претендентам на конкурсной основе. На их получение могут рассчитывать коммунальные и частные предприятия, расположенные на территории соответствующей области, а также научные, проектные и конструкторские организации, вне зависимости от их месторасположения или подчинения. Врач-эндокринолог Ольга Василькова рассказывает об актуальности еще одного медицинского исследования, проводимого на базе РНПЦ и также финансируемого из инновационного фонда Гомельского облсполкома. Речь идет о разработке и внедрении в лечебно-профилактические учреждения Гомельщины системы профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете первого и второго типов и диабетической нефропатии. Суть этого проекта заключалась в том, чтобы оценить характер поражения сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете и обосновать способы медикаментозной коррекции имеющихся нарушений. Мы изучили 600 пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа в возрасте от 18 до 80 лет. Выявили, что с снижением работы почек, соответственно, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний усиливается и около 80% пациентов с повышенным артериальным давлением, то есть с артериальной гипертензией. Причина данного повышенного артериального давления связана именно с диабетической нефропатией, то есть с осложнением диабета на почке. В Беларуси до сих пор подобное исследование о взаимосвязи диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых заболеваний не проводилось. А учитывая большую распространенность сахарного диабета, сегодня он находится на третьем месте в списке самых частых заболеваний, реализуемые на базе РНПЦ проект «Просто необходим». Рассчитанный на три года, сегодня проект находится на своей завершительной стадии. По итогам исследования уже составлена инструкция с мерами профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов с сахарным диабетом на разных стадиях диабетической нефропатии. После утверждения инструкции в Министерстве здравоохранения она будет распространена по лечебным учреждениям Гомельской области. История профилактики такого заболевания, как рак шейки матки, насчитывает более 50 лет. Заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Гобельского медуниверситета, профессор Беляковский озвучивает факты. С 1970 по 1995 годы прошлого века в Беларуси были достигнуты максимальные результаты в профилактике рака шейки матки. Заболеваемость у женщин среднего и пожилого возраста снизилась в два раза. Казалось, еще немного, и проблема будет окончательно решена. Но уже с 1995 года в Беларуси снижение заболеваемости раком шейки матки прекратилось. Более того, стало увеличиваться количество заболевших молодых женщин. Так, по результатам прошлого года, среди заболевших раком шейки матки 55% женщины репродуктивного возраста. Чтобы разобраться в ситуации, медики провели немало исследований и нашли причину. С 1996 года прошлого века уже известно, что основной фактор риска развития рака шейки матки – это папилломовирусная инфекция. С 1996 года сначала 6-18 вирус были признаны канцерогенными, затем через 7-8 лет призвано уже 12 генотипов канцерогенными. На сегодняшний день их считается уже 16-18. То есть ответственными за развитие рака шейки матки. И считается вирусоноситель, женщина здоровый вирусоноситель, у нее риск развития рака шейки матки возрастает в 250-300 раз. Только при наличии этой инфекции. Наша справка. Василий Николаевич Беляковский. Работая с основания Гомельского медицинского института, прошел путь от ассистента кафедры акушерства и гинекологии до заведующего кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Лечение больных дисплазией шейки матки химиотерапевтическим и хирургическим методами». В 2007 докторскую диссертацию по теме «Дисплазия и рак шейки матки» первой-второй стадии у женщин репродуктивного возраста. Прошел ряд стажировок в России и за рубежом. Врач высшей квалификационной категории. В январе 2012 года присвоено звание профессора. В течение последних нескольких лет Василий Николаевич Беляковский руководит двумя инновационными проектами, финансируемыми Гомельским облсполкомом, направленными на улучшение диагностики и профилактики рака шейки матки в Гомельской области. Благодаря Гомельскому инновационному фонду Гомельского облсполкома мы провели в Гомельской области два исследования. Первое было проведено в 2008-2010 году. В течение двух лет мы обследовали более тысячи женщин. Следующее исследование провели в Дубружском районе с 2010-2012 годов. Мы обследовали более 6 тысяч женщин на папилломовирусной инфекции и получили интересные результаты. Оказывается, что распространенность данной инфекции в Гомельском регионе составляет 36%. Но самое главное распределение вирусной инфекции оказалось, что у женщин до 24 лет у нас инфицированность составляет 60%. А если брать еще инфекции другие, передающие половым путем, то сексуальная трансмиссионная инфекция достигает до 80% в этом возрасте. Это огромная эпидемия, которая и способствует развитию рака шейки матки у женщин молодого возраста. Есть и еще один немаловажный момент, отмечает профессор Беляковский. Развитию инфекции, а затем и онкологии, может способствовать такая патология шейки матки, как цервикальная эктопия. И поэтому очень важно регулярно проходить обследование и лечить это заболевание. Тем более, что сегодня и в Гомеле доступны современные эффективные методы лечения. Что же делать в наше время? Ну, во-первых, в нашем регионе женщина должна знать, после первого сексуального дебюта женщина должна быть обследована на сексуально-трансмиссионную инфекцию. Это не что иное, как инфекции, передающиеся половым путем, включая и вирусы папиллома человека. Это первое. Второе, чего не знают женщины. После смены полового партнера тоже обследование. И следующее, то, к чему нужно прийти. И пациенткам самим, которые ходят в врача, и врачам, которые осматривают пациента. К цервикальной эктопии нужно относиться точно так же, как к дисплазии шейки матки, как к вирусной ассоциированной патологии, потому что она является высокоинфицированным состоянием и удерживает вирусную инфекцию. Сегодняшние цифры звучат весьма неутешительно. Если еще в 96-м году пик заболеваемости раком шейки матки в нашем регионе приходился на 48, а затем 55 лет, то сегодня это уже 35-39 лет, на 5 лет моложе, чем в республике. И только внимательное и бережное отношение самой женщины к своему здоровью в первую очередь поможет изменить ситуацию к лучшему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова